Добрый вечер, Тигран. Добрый вечер, Евгений. В официальной биографии, с которой я знакомился, есть несколько моментов, которые подзадачивают. Например, вдруг взял и ушел в армию. С чего это? Просто такой был порыв. Я сразу скажу, какая есть легенда, что вы на картошке с Федей Бондарчуком купили козу за 28 рублей и воспользовались ей не по назначению. В армию за... Я бы удивился, если не знал эту историю. Была коза. Да, два скотоложца. Да, нет. Это была коза, практически очень маленькая. Это козленок был. Не показывай на себе. Он бы не должен. Если бы вдруг решили бы... Нет, ушли, потому что и он тоже ушел. Да, да, да. 18 лет. Так. Мы поступили в институт, тогда можно было год отучиться, там, и так далее, и так подобное. А потом, ну просто, я, батя мне сказал, говорит, слушай, а давай это самое, вот, давай, по-мужски. То есть отец отправил? Ну, в общем, да. Так. Ну, я не очень сопротивлялся. Внутренне я понимал, что, может быть, не надо. И Бондарчука, и тебя синхронно отцы вступили в сговор, да? Да, да, синхронно. Как Сергей Федорович тут, Бондарединович, понимаешь? Может, они в сговор, да, наверное, в сговор, потому что мы как бы не разлучались. Ну, может, потом мы так шумно жили. Может, поэтому тоже, не знаю. Ну, это два годика. Два года. Так. В 85-й по 87-му, да? Защищал небо, Родина. Да, где служил? ПВО. Ну, заканчивал, ну, я был заюшкой, я был сержантом, и меня разжаловали. Из сержантов? Из сержантов. За что? Ну, это смешная история, не буду рассказывать. Нет, если смешной, как раз надо рассказать. Знаете, замполит той части, в которой произошел... Я очень любил ходить в библиотеку. Так. Ну, это понятно, да? Мы любим... А читать в армии можно в библиотеке. Да, да, да. Ну, к сожалению, или, не знаю, так сложилось, что замполит Роты был в связи с библиотекаршей. Причем, ну, была жена, кроме этого. Библиотекарш-то хорошенькая была? Нет. Нет, не была хорошенькая? Нет, ну, нельзя так говорить о женщинах, но даже по тем голодным годам, когда в армии служил, ну, как бы она не дотягивала до... Стандартов, понятно. Не стандартов, там, ну, там, Мисс Европа, там, это нет, боюсь, мимо прошло. Вот. Вот. Ну, и как-то кто-то что-то шепнул, что я... А я уж дедушкой был. Ну, в смысле, старостой. Ну, дед, да. Да, это самое. Он уже шепнул, что, говорит, это... Касан там, где, говорит... Зависает в библиотеке. Зависает, да, зависает. А я не зависал, клянусь, не зависал. Я просто читал. Ну, этого хватило, этому человеку с прибалтийской фамилией. Что с темой ревности, да, была? Да, да, тупой ревности. И закончил я, вот там еще смешная история, вход в взводе в Кочегар. Армянин Кочегар? Вот. И мне замполит, я говорю, прапорчик. Забыл я фамилию, замечательный был дядька, который так, когда я пришел с УПК... Ну, не с УПК, потому что меня уже командирнули туда. Он говорит, слушай, Киасаян, мы выпили по рюмке водки. Ну, уже дедушек. Он говорит, а ты слышал такое словосочетание Армянин Кочегар? Я тоже. Говорит, будешь сантехником. Ну, я ровно через полтора месяца утопил военный городок. Ну, потому что какой я сантехник? Я первый раз разводной ключ увидел, когда мне сказали, что ты сантехник. Вот все. Вот такая была история. Ну, а первый год дедовщина? Никакой. Никакой дедовщины не было? Ну, была, но она нас не коснулась, потому что нас из учебки приехало там... Тогда были землячества, но очень не любили москвичей. Москвичей не любили нигде. Но когда я так понял, что тут лучше подземляка. И как бы нас три кавказцы приехали из учебки, там попытались что-то, мы стали спинять экспериментами, сказали, табуретки, сказали, ну, вы нас убьете, ну, мы можем тоже кого-нибудь ударить. И как-то сказали, это шизофрение. Ну, в общем, как-то, ну, шизофреники и шизофрения. А где часть была? У нас это было... Я поменял шесть или семь частей, поэтому я уже сейчас и не вспомню. Учебка была в этом самом... Это средняя полоса России все, да? Ну, да, вот это самое. Понятно. Все-таки как-то от козы-то мы ушли. Что за история? Да никакая история. Купили козу и съели, что ли? Картошка, первый курс, абсолютно. Первый курс, картошка. Нас отпустил физрук, значит, в город. Ну, на один день, это Истро, ну, в Мосфильме, я говорю, в ГИК под Истрой копошился, в пионерлагере, картошку собирал. Вот, на остановке авто... А, понимаешь, как еды... Ну, как бы еда еды, много картошки. Картошка. Да. А вот с мясом была проблема. Я помню, что вот именно мясо было большой проблемой. Потом я выяснил, что у всей страны. Вот, но вот на картошке, значит, это было особенно остро. Колбасы-то, вот этого не было даже. Знаешь, что заменитель мяса. Вот такой у меня остался. А, и вот на остановке идет бабушка с козой. Даже с козленкой, даже не коза была, козленок. Идет, и, а у нас какие-то деньги такие. Ну, вот на круг было 28 рублей. И мы так думаем, слушай, а ребята там... Реально, это был абсолютно отчаянный поступок, дружеский поступок. Мы говорим, да давай, вен с ним, с отъездом в Москву, к девчонкам нашим. Давай, Федь, купим, мы ребятам отведем козу и зажарим. Во мне взыграло горное, знаешь, что горское такое, кавказское. Я, который ни разу не свежевал никого, ни барана, ничего. Поняли, да? Вдруг давайте. Купили. И смешно очень, она упиралась. Она знала ее в финал, какой ждет козу. Она упиралась, в общем. Мы ее затащили в лагерь, это надо было скрытно. Там все голодные были. Почему скрытно? Ну, с козой идет. Иду два студента с козой, понимаете? Ну, наверное. И там был Ваня Ахлобыстин, Дитковский с Олегом. Такой курс художники. Рашид Натманов, по-моему. Рашид, кажется, да, был. Рашид Натманов, бахте худой надо. Ну, в общем, весь курс. Башаров, Сашка. Значит, все. И, значит, вот. Она очень маленькая. Это козленок был очень, правда, маленький. И Ваня сказал, давайте его откармливать. Давайте откармливать. Это была ошибка. Это была ошибка. Потому что пока его два дня откармливали, он еще похудел. И был у нас экономист грузин, Ге, который сказал, давайте. Пока не поздно, пока не умер своей смертью, это существо не умерло. Давайте, давайте. Вот. Это было ужасающе. Но это было очень весело. Много самогона было. Вот этот козленка разделили на всех, кто там в ГИС-ВГИКа был. Технологически, кто убил животное? Он, грузин. Ага, понятно. Хотя Ваня громко все время говорит, что мы тебе будем здесь. Но, кажется, он не грезал. Вот. И, значит, вот я помню, что на берегу какой-то речушки холодно было. Выпито было много. И вот по такому кусочку каждому досталось. И потом молния. Позор. Бондарчукуки оценали. А, все-таки это было, да? Это правда. Нет, молния просто, что они убили козу там. Почему убили, никто не спрашиваешь. Все с голоду там. Понятно. Ну, то есть, а по Комсомольской линии не влетело? Или какие-то были последствия? Нет, нет. Хорошо, с Маргаритой вы в чем-то совпадаете, кроме любви к городу Сочи? Очень много. Нет, любовь к городу Сочи, а точнее городу Адлер у меня появилась после того, как там прошла Олимпиада. Когда появились дороги, появилась и так далее, там подобная инфраструктура. Сочи как был, так и остался. Каким Сочи был? Был, который я снимал там два года, наверное, на круг провел там за свою жизнь. Потому что снимал, очень много экспедиций было. А вот Адлер для меня был только аэропорт. Сейчас все по-другому. Очень много совпадений, конечно. Потому что, наверное, это какая-то ментальность, как бы ты где бы ни родился, в Краснодаре или, в Москве или. Ну, наверное, что-то есть национальность, это любовь к большому количеству гостей, к шуму, гамму, к тому, чтобы в доме было много-много людей. Неважно, нужны они или не нужны. Ну, просто пусть будут. Понимаешь? Гулкости оба не любим. А есть люди, мой брат Давид, родной брат, он, да, он любит гулкость. Вот пойми, пойми. Из одной семьи все вместе. Вы можете поссориться из-за политики? То есть у вас бывают, бывают у вас когда-нибудь дискуссии? Или дома политика не обсуждается вообще? Бывает масса дискуссий, мы все смотрим, оцениваем, знаем, что-то узнаем. Ну, конечно, бывают дискуссии, но если раньше они были полуразные векторы, полуразные, то в ситуации вот нынешней, ты знаешь, как я, знаешь, как в нашем детстве, в юности, когда во дворе кого-то обижают, свой уже не воспринимают. Ну, значит, надо идти и махать. Там кто прав, кто это, ну, нашего же обидели. Потому что, правда, вот последние годы ситуация, ну, такая галтелая, ну, ненормальная. Ну, я реально, у меня ощущение, что они стали Советским Союзом, вот в этом идеологическом, Запад, да. А мы пытаемся как-то, ребят, ну, как, ну, че? К здравому смыслу, да, его призвать, да. Вот, и здесь, конечно, полный, по основным позициям полное единение, потому что это ненормально. Но ведь в целом, мне кажется, что традиционно... Это касается именно внешней политики. Только внешней? Ну, это, конечно, внешней, потому что и во внутреннем у нас тоже единение, что экономику надо делать, надо хоро-кошмарить. Ну, это тут ничего нового нет. Ну, это, правда, объективные критики того, что происходит в нашей экономике, или, скорее, что не происходит в нашей экономике, они абсолютно правы. Ну, вот я правильно понимаю, что еще с советской поры давно и традиционно среда кинематографа, люди, творчество, они настроены на фронду. Фронда, да, фронда, фронда. Это везде. И там тоже. Это везде. Ну, там... Свободомыслия. Хорошо. А, понятное дело, что Маргарита Симоньян, это, ну, одна из самых заметных, если не самая заметная фигура на идеологическом фронте. То есть это такой вот маршал. Скажем, если бы были воинские звания в инфовоинах. После интервью скажу, что ей дали маршалу. Она взяла маршалу. Я не знаю, она сама взяла. Она входит в рейтинг самых влиятельных женщин в мире, там, по версии Форбс. А пришлось ли с кем-то порвать отношения из своей среды, потому что сказали, вот, Тигран, вот, ты не прав. Нет. Нет, никто мне в лицо никогда не говорил, что Тигран, ты не прав. Ну, какая-то прохлада, может быть, наступила. Нет? Нет, тут была... То есть сменился ли круг общения после того, как ты рождался с Хмельницкой? Конечно, он сменился частично в силу именно вот этого нового матримониального статуса. Только поэтому, без идеологического аспекта. Мне кажется, да, потому что, ну, если кто-то из... Понимаешь, как? Когда, помнишь, вот в одиннадцатом году, когда болотка и все остальное, и начали, мною уважаемые, замечательные люди, Тина, Миша Шац или Таня Лазарева на Тину, Тина на Мишу. Каналаки, да. И вот это все, я даже помню, я еще тогда что-то писал, я написал, ребята, вы понимаете, что песочница маленькая. Осень пройдет, или лето пройдет, или зима пройдет, или весна пройдет, песочница останется та же. Нет ничего страшного, причины, из-за которой вы, ну, вот так вот друг друга уничтожаете. Ничего. Вот. Ну, не все услышали. Так вот, я это к чему говорю? Я говорю потому, что я с сожалением отношусь к людям. Понимаешь, когда нам уже по стольку лет, и если это мы называем кругом общения, следовательно, что-то нас друг в друге интересует большее, чем поддерживаешь ты единую Россию, или за яблоко ты, или Жириновский твой кумир. Ну, если мы уже общаемся, понимаешь, да, и общаемся не вчера на курорте познакомились, и вдруг ты сегодня выяснил. Ну, если это происходит из-за этого, я не углублялся, правда, я правда не углублялся, я ни у кого не узнавал, потому что я считаю, что это свобода воли. Почему там кто-то или иной, я вот сейчас вспоминаю, не общаюсь там год или полгода. Ну, я надеюсь, что это никак не связано с тем, что, вот, точно. Это было бы очень грустно. Думаю, что да, думаю, что это было бы грустно, но так или иначе, все-таки, существовать на две семьи не было такого, да, этапа? То есть ты ушел из одной семьи, создав другую, или каким-то образом создана модель? Ну, нет, когда это уже произошло, то я уже просто честно сказал, Алене. Старшая дочь уже невеста, я правильно понимаю? Ну, это мягко говоря, да. По Адлерским-то этим самым каноном засиделась. Ревнивый отец? Ну, конечно, я ревнивый отец, но как бы стараюсь это, во-первых, а, не проявлять в общении с дочкой, потому что, ну, потерять можно дочь, когда... Понимаешь, потому что потом они приходят к этому пониманию, когда у них у самих уже есть дочки, дети, сыновья, вот, поэтому я хоть и не Сухомлинский с Макаренко, но понимаю, что давить не надо, уже все, что сделано, сделано, то есть все, что заложено, заложено, а дальше уже своими мозгами надо. Ну, конечно, как бы, ну, мягко говоря, не безразлично. Мягко не безразлично. В первом браке двое детей и в нынешнем двое. Этот квартет... Придел ли этот, и... Нет, я в том смысле, что квартет сложился, общаются ли дети, или эти слишком маленькие для того, чтобы... Не-не-не, общаются... В каком формате, какого формата общения? Ну, там, суббота, воскресенье, вот, и сейчас вынашиваю идею об отдыхе. Ну, отдых-то, как бы, вот, там... О совместном отдыхе? Да, не, ну, старший-то, старший уже вольный стрелок, она практически с нами отдыхает постоянно. Ну, сейчас с Марьяшей, Магратой-то младшие дети. А Ксюша, она, как бы, между возрастом, это 8 лет. Да. Понимаешь, да? То есть, тут еще чуть-чуть, но она прекрасна с Марьяшей, с Магратом. А где Ксюша, когда Ксюша переедут, это все, все у нас, слава Богу. Я вот совершенно не понимаю, как можно с женой вместе работать над производством творческого продукта. Я имею в виду, что Маргарита пишет сценарии, ты снимаешь сериал. Это же как раз намного облегчает. Разве? Ну, как? Разве это не может привести к тому, что будет подорвано? Парвата-паламата? Подорвано. Ну, по-разному. Ритер сложный человек, она вот это самое. Ну, это же восточная семья, то есть ты же должен быть хозяином положения во всем. Нет такого? Нет, нет, нет. Это тоже, это уже, как, мы встретились с взрослыми самостоятельными людьми, каждый из которых уже что-то сделал до того. Нет. И кто в доме хозяин, это вообще, ну, какая-то убогая схема, да, как ты понимаешь. Она убогая в любом случае, вот прямо вот в 20 тебе лет или 50, она убогая. Вот, потому что если ты умный, ты понимаешь, хозяин всегда женщина, если она женщина. Ну, просто по определению. Согласен, абсолютно. Ну, согласись. Если она женщина, то то, что выкладывает. Согласен, сто процентов. То всегда хозяин женщина, а там ты делаешь вид, что ты главный. Это ерунда. Нет, в сценарии это, вот, потому что у нас сложные характеры, конечно, у меня хуже. И, как бы, вот сейчас мы, как бы, после двух-трех сценариев совместных, мы сейчас пришли к консенсу, как мы, с первого слова мы должны все совместно делать. И тогда у нас, как бы, минимизируются любые, там, терки творческие. Это разные вещи. Это, к семье это не имеет отношения. Это, правда, надо делить, потому что разные вещи. Если бы я не увидел, что она пишет, и как идеологист, и как структурирует истории, ну ты что. Как с тещей ладится? Зинаида Адамовна? Ну, я так скажу, практически. Я же так понимаю, что это, есть редкий случай, когда теща живет с вами, нет? Да, это редкий случай, когда и теща живет, и моя мама живет, и все живут все вместе. Вот как это вообще? Фантастически, ты себе не представляешь, просто потрясающе. Я не представляю. Во-первых, так как я просыпаюсь в 6, в 6.30, и первый раз завтракаю в 7, меня постоянно, у меня обламывается второй завтрак, потому что они завтракают в 10. Теща с мамой. Значит, это плюс, безусловно. Ну, а если серьезно, ну, замечательный, добрейший человек, адвокат всех. Вот, знаете, бывают такие люди, и вот на них зыждется и стоит страна. Все хорошие, ну, все хорошие. Не надо кричать, ну, не, нет, ну, ты прав, ну, зачем? И это так правильно, вот это так, не у Риты, не у кого, не у меня, конечно, этого взгляда на вещи. А вот это какая-то такая, вроде не старая, а вот это вот. Я даже шучу иногда, когда говорю, Рита, ты встала на пути нашего с твоей мамой счастья. Я даже, это вот так шутно, потому что так же я просто ее обожаю. Это сильно. И мне кажется, это взаимно. Недавно беседовал с одним политологом, и он сказал, вот Украину мы потеряли, и уже мы этого не понимаем, сказал, но мы потеряли и Армению. Имеется в виду, что в Армении очень сильное антироссийские настроения, особенно у молодежи. Потому что этого нету. Я не согласен с первым, чтобы потеряли Украину, и, конечно, с вторым. Там уже выросли поколения, которые видят историю. Есть один нюанс, потому что, в отличие от Прибалтов, которые исторически, ну, там древняя такая история нелюбви вассалов, нелюбовь вассалов к метрополии, грубо говоря. То же самое у поляков. Потому что все-таки это была речь посполитая, там, и это было государство, а потом вдруг стало губерния. Понимаете, да? С Украиной другая история. Украина это не Украина, Украина это российская земля, грубо говоря. Российская, та российская земля. И эти народы... Все-таки остаются в списке миротворцев. Да мне нужно поваровать. И белорусы, и Украина, это все равно, я не буду называть Малороссией, Большероссией, неважно. Но это одна была страна. Она не существовала, как отдельная страна, просто к счастью или к несчастью, но это так. И, конечно, они не могут никуда, ни мы, к счастью, ни они, украинцы, любимые, дорогие, я обожаю Киев, я очень люблю туда ездить. Не можем эмигрировать. Мы не к Китаю, а не к Канаде. Не получится. Рядышком. И жить будем рядышком. И будем зависеть друг от друга. Наверное, кто-то больше, кто-то меньше. А что касается Армении, вы понимаете, когда мне это говорят? Да, мы теряем, теряем. Это алармистские настроения. Конечно же, Россия недостаточно, на мой взгляд, делает для пропаганды того, что, ребята, с нами хорошо. Мы, как бы, мы россияне, считаем, вероятно, что, ну, куда эти армяне денутся? Все равно там вокруг. И на верцы, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, такой мир сейчас, что могут и деться. Но, с другой стороны, в этом есть своя правда. Исторически многовековая дружба, братская, спасительная для нас, для армян, как бы дружба была между Арменией и Россией. Ну, так сложилось. Поэтому, хоть и потихонечку сокращается советский слой, населяющий Армению, ну, те люди, которые выросли, родились, которые не понимали, как это может быть, чтобы быть вся одна страна. И появляются новые, замечательные поросли, которые существуют на огромное количество НКО американских. Огромное. Я сейчас не плюс, не минус. Я просто говорю, это факт. В Армении. В Армении. Фантастик. И, в отличие, к сожалению, от местных властей, НКО активно работает. Просто, знаете, так, забить костыль, сказать, это мы, ребят. Вот вы получили сейчас килограмм сахара, вы получили сейчас 10 долларов или 100 долларов. Это просто мы. Не надо голосовать так, всякое. Вы просто, вы знаете, да, мы штат Айдаха. Решили помочь вам. В жизни когда-нибудь приходилось сталкиваться с проявлением, там, я не знаю, какого-нибудь национализма, я не знаю. Ну, вот за то, что Арменин прилетала от кого-нибудь когда-нибудь? Ну, бывало. Какие годы? Ой, это крайний раз это был шестой класс, кажется. Крайний, последний, я надеюсь, раз это был, вернее, класс шестой, что-то там. Ну, а так как воспитан был просто, что папа, что плакать нельзя, это нельзя, сильнее тебя, взял кирпич, по голове ударил. Ну, вот и как бы, ну, как-то разобрался с этой историей. По голове ударил? Не, ну, не хватило без него. Вот возвращаясь к теме глобализации. Вот харассмент до нас дошел, да, вот все эти? Ну, как, ну, ряд скандалов. Ну, они есть, они есть, но... Ну, то есть, у нас здесь свой путь, да? То есть, наша женщина по этому пути не пойдет. Нет, наша женщина, может, и пойдет по любому пути, как и мужчина пойдет по любому пути, но есть, как мне кажется, некий уклад. Но он не меняется. Вы понимаете, какая история? Вот я, ну, так вот от этого вопроса, от вы, Жень, от вы, ты. Мне кажется, что нет ничего случайного в том, что 18 лет с легким перерывом на обид страной руководит один человек. По одной причине. Он очень хорошо понимает, ну, вот, вот нутро, нутро народа. Не всем это дано. Ну, ты же понимаешь, что невозможно ни вбросы устроить, ни нет тех, такого количества, которые может вот такой дать процент доверия, да, кажется? Ну, по технологии невозможно. И в чем тут дело? Он консерватор. Он, как мне кажется, Путин, проповедует патриархальные ценности. Очень близкий, очень близкий большинству нашего народа. И мне тоже, кстати. И мне тоже. И не случайно, как мне кажется, вот, легче всего это сделать, объяснить, как американцы или как западники. Путин раскалывает Европу, Путин раскалывает establishment, Европа, Италия, Англия, Австрия и так далее. Да ничего подобного. Потому что у любой толерантности и новомодности есть край. Есть край. И если мне говорят, вот я канадец, к примеру, да, и мне говорят, значит так, вот раньше мы, сексуальное воспитание у нас было шестого класса, а теперь с четвертого, почему это говорит генерал-губернатор провинции, и это делает закон. Ну, теперь вот с четвертого у нас будут говорить, что мальчик, когда с мальчиком, это вообще нормально. Это даже очень, даже неплохо. Ну, хорошо, если у меня уже есть ребенок, значит, я не мальчик с мальчиком. И в большинстве своем, ну, не будем, да, говорить, что как бы есть процентное соотношение. Я сейчас не, я тем самым занимаюсь борьбой, понимаешь, да, с нетрадиционным сексом. Ну, просто 10% всей планеты это нетрадиционная как бы ориентация. Но 90% никуда не делось. Они могут подчиняться законам, правилам, но внутренний протест, то, что меня заставляют, мне говорят, что Бог это до свидания, мне говорят, что твой уклад, который был до свидания. Сейчас есть новые правила, сейчас новые законы. Я соглашаюсь, потому что я законопослушный, но протест-то внутренний я никуда деть не могу. И как итог, я начинаю наблюдать, а кто в мире не стесняется, не стесняется, потому что сейчас же это стыдно и уже кое-где опасно это говорить. Не стесняется, мало того, закон говорит, а мы за семью, а мы за очаг, а мы за самостоятельность, а мы антиглобалисты. Да, мы за дружбу, но мы хотим как бы, ну, как бы, чтобы не потерять. Хорошо, некоторые вздрогнули, когда Пуфин сказал, а зачем нам такой мир, в котором нет России. Попробуйте услышать это от англичанин, например, премьер-министра, от президента Соединенного, ну, может, от Трампа уже можно услышать. А он не стесняется, он говорит, да, так. И хочешь ты этого или не хочешь, как мне, может, я ошибаюсь. Люди смотрят и говорят, нифига себе, слушай, наверное, у них нормально. Наверное, у них неплохо. И начинается центробежность. И вот говорят, вот консерваторы опять, вот в Италии, ты посмотри, Лига Севера, пять звезд победили, с чего бы. А вот там в Австрии победили. А вот и так далее, и так подобное. В 2011 году в беседе с Минаевым ты сказал, что стране нужен ремонт. Этот ремонт происходит или он по-прежнему нужен? Или ничего не изменилось за эти семь лет? Конечно, нету страны, в которой не нужен ремонт. Причем, я так думаю, постоянный. Но, может быть, за эти семь лет я изменил вот в чем взгляд. То есть, может быть, я тогда, я сейчас не помню, но полностью доверяю. И, может быть, даже говорил, ремонт это перестройка, ломка там, перекрытие. Думаю, нет. Это, я думаю, постоянный, очень долгий. Мы все же нетерпеливые, потому что мы хотим, чтобы при нашей жизни что-то было. Но так не получится. Так не получится. Это должно быть долго, медленно и поступательно, эволюционно. Отношение к работе, отношение к родителям, отношение к тому, что, знаешь, я это обожаю очень в кавычках, бардак в стране, почисти подъезд. Ну, возьми, подмети. Нету, значит, не заплатили коммунальщикам, сам подмети. Нет, я не буду подметать. То есть, как бы, я говорю, это поступает эволюционно. Почему? Потому что, ну, вот я могу все быть фейсбучным гномом. Но это, наверное, не очень правильно, потому что, лучше сначала вот ты подъезд прибери, дворик, коврик вытряхни. И, наверное, некоторые соседи, непонимающие, большинство, они, ну, дебил, что ли, и будут ходить по этому коврику, и кинут туда окурок. Ты еще раз убери. И так много, много, много раз. И я уверен, и я был тому свидетелем, что некоторым из окружающих понравится, что коврики чистые, и у них тоже будет чистые. Только так. Ну, то есть, на самом деле, получается, что в тезисе Алексея Серебрякова, что национальная идея, сила, наглость и хамство, какая-то доля истины есть. Нет, 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 я полностью не согласен. Знаю как, ну, никогда я не возьму на себя смелость давать оценку национальным идеям и, как следствие, национальному характеру. Ну, мне кажется, это соседствующие, абсолютно рядом, идущие спутники обозначения. Поэтому я, ну, оставим Лёше то, что он сказал, он это сказал. Думаю, надеюсь, что он имел не только это в виду, то, что сейчас раздуто и так далее, и там подобное. Нет, я говорю о том, что это труд. Потому что мы же экстраполируем этот коврик, понимаешь, да? Да, 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 понятно, конечно. Коррупция и все остальное, с которым невозможно бороться, к сожалению, нигде не смогли. Поэтому просто альтернатива этому – это сжечь дом и начать строить новый. А вот этого я точно не хочу. Вот я этого не хочу. Хорошо, а вот если мы про эти 7 лет говорим, вот, там, с 2011 года, или даже, может быть, имеется смысл говорить не… Ну, извините, у нас страна за эти 7 лет вообще все стало, вокруг стало по-другому. Это да. Уже немножко про индустрию кино. У нас какие-то есть тенденции, какие-то тренды? Или, в общем, все вот ни шатка, ни валка, как было 7 лет или 17 лет назад, так и происходит? Нет, ну, у нас, мне кажется, произошли изменения. Это вот не очень… я практически верю в это. Я надеялся, а вот сейчас уже верю. Потому что, ну как, что может быть в стране, в которой разрушена индустрия? Она не восстановлена совсем? Нет, я сейчас, я коротко, коротенечко. Значит, тогда появилась вот индустрия, и это стало мейнстримом, что странно, да? Это фестивальное кино. Фестивальное кино никогда не может быть мейнстримом, понимаешь, да? Но так как нету бюджетов, а вот мы с Федей Бондарчуком, мы думаем, вот, если фамилии поменяйте, чтобы, ну, никто не догадался, что это Бондарчук Киосаев, вот, скажем, Иван, там, Вертухаев, там, Семен Коромыслов, ты понимаешь? И мы снимаем авторское кино из глубинки какой-то. Очень дешево. Можно снять потрясающее авторское кино, ну, ну, несколько фестивалей там практически точно примут в программу. Это мейнстрим. Ну, потому что тяжело быть Ларсом фон Триером и Андрею Арсеньевичем Тарковским. Ну, это правда очень трудно, понимаешь? Но под них косить, в общем-то, можно. И возникла некая индустрия молодых, плохо пахнущих людей с трауром под ногтями, которые снимали вот это кино, продюсеры замечательно это монетизировали. Были разовые вспышки такие государственной помощи к гематографу, мы знаем, там, Девятая Рода и так далее, но индустрию это назвать было нельзя. И вот этот год, какой-то прошлый, ну, 17-й, стал фантастическим, прорывным. Сразу несколько фильмов, причем мы, например, Девятой Ротой загоняли людей в кинотеатры, говорили, видите, а у нас есть кино. А потом целой чередой фильмов выгоняли, потому что, а, обманули. Думал зритель, справедливо. Потом опять какой-то вспышкой загоняли, и вдруг в 17-м году сразу появляется несколько фильмов, которые впереди идет, конечно, «Движение вверх», которые просто раз за разом доказывали, что, ребята, кино есть. И появилась емкость рынка, как выяснилось, но никто никогда не мог представить, что 3 миллиарда, практически больше 3 миллиарда, может собирать российское кино. Только «Аватар» собирал. Собрал замечания. И это я, например, лично воспринимаю. Я и продюсерам это говорил, благодарил их очень, что спасибо за то, что это появилось. Потому что вот сейчас, я там где-то лет 10 сидел на заднице, думаю, слушай, но я не хочу в этом участвовать. Уже есть интересная история сериала, а сейчас уже, знаешь, как, слушай, сейчас уже это отмазка. Что ты на заднице сидишь? Давай, если есть что сказать, давай пошел работать. Потому что уже есть. Это есть индустрия. Есть люди, которые идут в кинотехнику. Знаю ведь, что супруга Риты Симонен, она фанат Виктора Цоя. Просто такой вот прям преданный. Очень, да. А почему тогда, как бы имея там связи с Рашидом Нугмановым, вы же все-таки как бы соратники. Очень давно я Рашика не ел. Ну все равно, почему сейчас же пошла мода снимать фильмы от Цои? И Кирилл Серебренников, и Учитель. Почему Киосаян-то не снимет кино? Почему вот не что-то такое? Ну, во-первых, потому что при всей любви к моей юности, мне было бы это неинтересно с ним. То есть не разделяем... Нет, ну нет, я как это... Ну как, третий день с неба течет вода, очень много течет воды и так далее, алюминиевые огурцы и так далее, и так подобное. Это все старик Козлодой, и это тоже БОЛИ, БОЛИ. Ну, чтобы сказать, что я так вот... Ну, мы были все полуровесниками, практически ровесниками, поэтому это не воспринималось как... Ну, так, как это воспринимается уже на два поколения. Позже... Ну, попадание точно в эпоху, попадание в этот слом и так далее, там подобное, замечательно, талантливое и безусловно. Ну, это же как, ты понимаешь, вот нравится тебе Модельяне или нравится тебе Караваджо, понимаешь, Пентурики тебе нравятся или Довинчи, понимаешь? Это вкусовая история. Ну, слушали, пели, фанатели, кайфовали и проехали. Финальный вопрос. Финальный вопрос. Или, как принято вас говорить, крайний. У летчиков. Да, у нас у летчиков. Как у вас летчиков, да. Армянских знаменитых армянских летчиков. Понятное дело, что когда начинался путь в кино, то для всей страны Киасаян это вот был... Это, наверное, было непросто, да, вставать на профессиональную стезю заслуженного родителя. Честно, вообще не думал, клянусь, вообще не висело. Я понимал ответственность за фамилию, но не висело, ну никак. И вот вопрос такой. Что сейчас вот, глядя на себя, ты видишь общего с родителем? И в чем вы различны? Киасаян старший и Киасаян средний, скажем так, потому что уже младший есть. Ну, разницы, конечно, масса. Начнем с таланта. Самокритично. Ну, это правда. Тут главное еще самоиронию и самооценку. Но ты знаешь, можно много разного говорить, и есть много общего. Но есть главное общее. Оно, конечно, передалось, потому что я был маленьким, когда что-то он говорил о том, что вот финал фильма, ну, финал подразумевался фильма, он должен давать надежду, ну, хоть выдох. Выдох, вот, ну, что ты не зря... Вот живешь, и не надо сейчас вешаться сразу. Вот сразу не надо. Ну, хотя бы часок подожди. Ну, в самом крайнем случае. Вот мне кажется, это совершенно... И у него все фильмы добрые. Вне зависимости от жанра у папы. Неуловимый лист, и Пухоли. Вознесение, самый финальный фильм. Когда наступает сентябрь. Они все безумно добрые. Иногда даже чересчур кажутся добрые фильмы. А чересчур доброты не бывает. И мне кажется, что у меня тоже они добрые. И я не специально это делаю. И в этом, мне кажется, мы очень схожи. Потому что зачем плодить зло? Ну, и вот так много. Давайте лучше, если невозможно, хорошо, то хотя бы соврем, что хорошо. Потому что и без нас есть поводы для суицида. Я очень люблю династийные истории, поэтому у меня пожелание, чтобы самый маленький Киосаиан тоже стал режиссером. Спасибо же. Вот не знаю, радоваться этому мне. Пожелание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин